Довелось мне как-то взять в свои руки власть. Не то, чтобы сильно большую, но и не очень маленькую. А так, если на глазок прикинуть, довольно приличных размеров. Тяжелая. Держу я ее еле-еле и думаю, а что если бы она была размером побольше? Или, скажем, совсем большая? Сколько бы тут народу сразу набежало, страшно представить. И начали бы наперебой требовать от меня, что обычно требуют от власти? Повышение зарплат, пособий и разных там квартир. А где на всех возьмешь? Пришлось бы кому-то отказывать, и на меня стали бы зуб иметь. И мое не совсем запятнанное имя трепали бы на каждом углу. И я бы, наверное, потерял покой и сон, а я и так, знаете, сплю не очень. И, наверное, пришлось мне кому-нибудь войну объявить. А как же, если ты при власти никак нельзя без того, чтобы кому-нибудь какую-нибудь войну не объявить. Хоть торговую, хоть газовую. И уж наверняка пришлось бы мне участвовать в разных там брифингах, шмифингах и тому подобных пресс-конференциях. Тебе, может, хочется выпить и закусить, а потом опять закусить и выпить. Перелечь на диван, кино посмотреть. А тебя на брифинг тащат, будьте любезны. Да и слово-то какое неприятное. Бр-брифинг. Но зато и жил бы я кум-королю в просторном доме, в поселке, хорошо охраняемом от этих, которые из неохраняемых. И ходил бы, как берюк, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. Но я и так без всякой власти живу в довольно просторном доме. Просторнее мне и не надо. В поселке настолько хорошо охраняемом, что я иногда не могу домой попасть. И хожу, как берюк. Но зато было бы у меня много женщин красивых-красивых. Ишь и замечтался. Маля у тебя, старый крыщ, было в жизни приключений. От этого слабого пола морока одна до алименты. И отпихнул я от себя эту самую власть. Не очень, чтобы сильно большую, но довольно крупных размеров. Хватит, навластвовался. Тем более, что и руки затекли, и прохожие стали ко мне как-то неприязненно приглядываться. И покатилась она, покатилась. И нырнула в канал. Возможно, и до сих пор там лежит. Если, конечно, не подобрали. Хотя нет, подобрали. Я даже знаю этого человека. Шибко мучается бедняка.